Оскар под аккомпанемент дождя. Церемония вручения главной кинопремии под угрозой. И все из-за погоды, которая разбушевалась не на шутку. Дмитрий Анопченко с последними новостями. Ливень уже которые сутки. То утихает, то начинается вновь. Оскаровская команда в осаде непогоды. Нахохлившиеся охранники прячутся под зонтами. Промокшие до нитки операторы. Затянутая целлофаном красная дорожка с огромными лужами на дорогом ковре. Над зрительскими трибунами срочно развернули прозрачную крышу. Она конечно спасает, но все равно не избавляет от риска, что кабель заискрит. А на площадке съемочной осветительной техники на миллионы долларов. Местные жители говорят, за долгие годы не припомнят столь холодного марта и таких ливней. В дни подготовки к церемонии. Шоу конечно состоится в любую погоду. Но у многих голливудских звезд и без того подмочена репутация. И не хватало еще, чтобы подмокли и смокинги, которые и они, и мы приготовили для церемонии. А вероятность такая есть, потому что погода непредсказуема. И приходится часами ждать, когда ливень сменится хотя бы небольшим дождем, как сейчас. Но даже если звезды и доберутся благополучно до зрительного зала, где будут вручать знаменитые статуэтки, то есть еще одна опасность. Там их может ждать холодный душ. По словам журналистов близких киноакадемий, оргкомитет обеспокоен, как бы речи победителей не оказались слишком резкими. Ведь сексуальный скандал последнего времени стал лейтмотивом не только потому, что прорядил список приглашенных на красную дорожку. Он и всей церемонии может тон задать. По крайней мере, этого ждут репортеры из разных стран, аккредитованные на юбилейный 90-й Оскар. Конечно, я жду красивые платья, фантастический мейкап, громкие имена. Но еще рассчитываю и на серьезный разговор. Здесь не смогут избежать отголосков скандала вокруг Харви Вайнштейна. Уверен, найдутся знаменитости, которые поднимутся на сцену и открыто расскажут об этом. По неофициальным данным просить номинантов воздержаться от резких высказываний со сцены киноакадемия не стала. Если бы информация об этом просочилась в прессу, скандал был бы грандиозный. Так что просто смирились с неизбежным. И до последнего верят в благоразумие тех, кому предстоит выходить на сцену за заветной статуэткой. Что интересно, каждому из номинантов спонсоры киноакадемии. Каждый год заранее вручают подарок. И обычно это пакет со всякой ерундой. Косметикой, сувенирами, ну, возможно, туристическими путевками. Но в этот раз абсолютно серьезно. В этот пакет положили и бесплатный билет на сеанс антистрессовой терапии с психологом. И вот сейчас в Голливуде и смеются по этому поводу, и злословят. Мол, или действительно позаботились, или это прозрачный намек. Перед тем, как будут новые разоблачения, стоит подлечить нервы. Но погода даже здесь внесла коррективы. И пока все больше переживают, будет ли небо чистым. Ведь совсем недалеко отсюда, в знаменитой Санта-Барбаре, принудительная эвакуация. А в самом Лос-Анджелесе уже которые сутки не утихает дождь. Из Калифорнии Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Индер.